Ну вот и состоялась наша поездка к лошадкам. Всех поздравляю и огромное всем спасибо! Начало года лошади мы встретили с целым табуном лошадей и даже верхом на лошадях, и наши ножки ходили по навозу. Вообще это к деньгам. Так вот, поздравляю всех с наступлением года лошади, с наступлением драйва, скорости и изобилия в вашей жизни. Я думаю, что радость от общения с таким большим животным получили все, и эта радость останется с вами как некий опыт. И некоторые впервые были верхом на лошади и почувствовали энергетически, что значит сидеть на таком большом тёплом животном. Огромное спасибо Инге за инструктаж. Это, безусловно, расширило кругозор каждого и акцентировало внимание на том, что лошадь это не игрушка, это серьёзное большое животное, с которым надо грамотно общаться и в том числе соблюдать технику безопасности. Огромное спасибо Армонду за показательные выступления и инструктаж. Меня очень впечатлило то, как конь повторяет его движение, то, как энергетически, интуитивно может человек общаться с животным, и животное выполняет беспрекословно, только чувствуя энергии и выполняя команды, которые даже не прозвучали. Это очень впечатлительно. И мой респект коню, ну а Армонду просто аплодисменты. Совершенно обалденное чувство испытываешь, когда находишься в стаде лошадей. И вот нам так повезло, в общем-то, наверное, людей на пастбище не пускают, где лошади пасутся свободно. А у нас, в нашей поездке, оказалось, что стадо людей пришло в стадо лошадей. И все смешались. И первый, может быть, испуг каждого перед тем, как к тебе приближается такое большое животное, у которого в глазах вопрос. Привет, человек, с чем пришел? И потом установление дружественного общения на равных. И когда можно свои замерзшие руки погрузить в шелковистую шерстку лошади, я думаю, что это было откровением для всех. Насколько она мягкая, насколько она шелковистая. И вот это доверие, которое установилось потом, не сразу, а постепенно, когда люди смешались с лошадьми, оно, конечно, дорогого стоит. Потому что каждый унес в сердце частицу доверия природы, силы природы и ощущение себя с природой в партнерстве на равных. Лошадь всю жизнь служила человеку-партнером. От лошади зависело выживание. Сколько войн было совершено. Сколько раз лошадь или спасала человека, или погибала под ним. Сколько раз она верой и правдой ему служила. И если провести аналогию, как сейчас любит человек свою машину, потому что машина его возит, то, наверное, все эти чувства были записаны в клеточной памяти и к лошади. Только лошадь может сама привезти человека домой, когда человек устал и задремал, то за рулем это не очень получится. Так что у лошади есть преимущество. За лошадью тоже надо ухаживать. Ну, немножко иначе. И вот сейчас, когда функцию работы заменили машины, для лошади осталась функция друг. Воевать на лошадях уже тоже не надо. И вот лошадь теперь для человека вообще выполняет совершенно другую функцию. Функцию партнер-друг но не тот, кто отдаст жизнь, хотя, наверное, и может, а тот, кто поможет улучшить качество жизни. Лошади работают как целители. И в нашей поездке, я уверена, каждый испытал эту целительную силу. Каждый почувствовал, как у него выровнялась спинка. Каждый почувствовал, как пошла энергия по позвоночнику, когда сидишь верхом на лошади. Конечно, не две ноги заземления, а четыре. Мощные, сильные, крепко связанные с природой. И это каждый почувствовал вот этот усиленный поток. И почувствовал, наверное, единение. Единение с лошадью, как единое целое. Комплекс человек-лошадь становится одним, когда человек сидит на лошади. А еще меня изумило то, как легко маленькие девочки водят лошадей и справляются с ними. Как они управляют лошадью, эти маленькие наездницы. Это, конечно, восторженно, потому что установить именно искренние отношения с лошадью, наверное, ребенок может лучше всего. И какой кайф у детей был, когда они выбрали себе в стаде для общения жеребят. Каждый спросил у лошади. Спросил интуитивно, может быть, не словами. И, наверное, каждый из вас даже еще и не осознал, что ему сказала лошадь. И в течение этого года каждый развернет эту энергию и вспомнит, что вот «А, оказывается, год мой начался вот там, когда я был в стаде, когда я гладил эту плюшевую шкурку и тер этот бархатный носик». И вот если сравнивать, как люди вошли в стадо и какими они из стада выходили, когда уже все поперезнакомились. Я для себя заметила, что когда мы ездили на проверочную поездку в это стадо, то те лошади, с которыми я уже тогда пообщалась, они меня узнали. Я это четко почувствовала. Это умное животное, которое запоминает. Я второй раз оказавшись в стадии, я четко поняла, «О, у меня здесь уже друзья!» Я, может быть, не запомнила их имен, но я знаю, что они меня знают. Мы уже встречались. Нам еще повезло. Нас пустили в конюшню. Мы посмотрели, как лошади живут. И мы даже сходили к жеребцам. Это совсем другая энергетика. Это те жеребцы, которые производят потомство. Сила и мощь. Даже когда они находились в конюшне за деревянным заборчиком. мы все почувствовали вот эту вот стремительную силу и мощь. И вы знаете, я желаю каждому, чтобы вот этот год разворачивался с вот этой силой, стремлением, мощью. И чтобы все получалось, чтобы было замечательное здоровье у каждого. И чтобы каждый из вас по жизни был вот настолько уверенно силен, как эти кони. А еще мы сотворили прекрасный ритуал. Небольшой, у костра. И заякорили в пространстве счастливая, образ счастливая лошадь. Когда-то мы так сделали счастливая корова, сейчас счастливая лошадь. И вспоминая каждый раз лошадок и поездку. И безусловно, я уверена, что вы еще приедете не раз туда, вы будете поддерживать этот образ и каждый раз его усиливать в этом пространстве. Красивое, благородное животное. Что еще мы там увидели прекрасного? Что меня порадовало? Меня порадовал гусь. Называется он Хохлатый. И у него есть стадо гусынь. Но у него на голове шишковидная железа. Мы его назвали просветленный гусь. Почти что вознесенный мастер. очень красивый. А еще эти гуси ходили все четко, синхронно. Левый или правый, уж не знаю, но выглядело очень красиво. А еще порадовали петухи. Такие петухи, которые только на картинках в детских сказках. Один другого краши. Как оказалось, их там очень много в этом году уродилось. А еще был дождик, который должен был пойти по прогнозу. И он таки пошел. Но пошел тогда, когда мы были в кафе. Мы были под крышей и в тепле. И я уверена, вот эта энергетика общения не просто с природой, а сразу с таким большим количеством в одном месте царства животных, когда успел погладить всех коней, всех лошадей, когда успел полюбоваться красотой и грацией, совершенством линий природы и восхититься замыслом Творца относительно нашей жизни. И оказавшись дома, вот чувство благости, ура, как здорово, чувство наслаждения жизнью, чувство предчастности к чему-то грандиозному, божественному и чувство такого спокойствия и умиротворения. Потому что явно каждый частичку вот этой вот силы жизни унес в своем сердце и может быть даже неосознанно будет находиться достаточно долго под этим впечатлением. Ну, про детей я уже молчу, там, наверное, только разговоры о лошадях. Вот. Хочу сказать огромное спасибо таким людям, как Арман, что они делают это, что интуитивное общение, не общение дрессуры, оно общение мягкой дрессуры, когда вы партнеры, а не когда лошадь должна покориться, когда эти лошадки без подков, без железных удил во рту, когда они свободны, они и чувствуют себя свободными, они и живут более радостно. поэтому спасибо всем огромное. Вот такое удивительное приключение у нас случилось, я надеюсь, что каждый из вас еще будет туда приезжать, что зирги и лв будут развиваться, и лошадкам там будет всегда хорошо. А еще мы видели собаку на сене, вот это то выражение, когда собака на сене, и это оказывается пошло из конюшни, или может быть из коровника, там где хранилось сено, естественно, собака как тоже мудрое животное, чем сторожить лошадей на земле, лучше сторожить их на сене, поэтому собака на сене тоже нас всех порадовала и даже не полаяла, хотя цепь у нее была внушительная. Спасибо погоде, и хоть снег растаял, и катание на пруду на коньках не получилось, наверное, в этом был высший смысл, потому что мы целиком были с лошадьми, мы не отвлекались ни на какие другие дела, ни на какие зимние радости, мы наслаждались общением. Спасибо вам, люди, спасибо лошади, как здорово устроен наш мир. У нас еще будут поездки, разные, чудесные, прекрасные, я буду очень рада, если вы может быть какие-то свои ощущения от этой поездки напишите, и может быть эта поездка будет иметь для вас какое-то продолжение выстраивания дружбы с лошадью, или может быть вам захочется приезжать туда по выходным и общаться с какой-то лошадкой. Я буду рада, если вы это напишите, это ваш опыт. Это год лошади, давайте лошадь праздновать, давайте постоянно поддерживать новые отношения с царством животных. Я вас люблю. Я Татьяна Фомичева. Фомичева.